Так, значит, нелинейные электрические цепи, что под этим подразумевается? То есть есть элемент какой-нибудь, для которого, ну, в первую очередь, критерием является то, что законом они выполняются. Потому что закономы подразумевают, что у нас связь между напряжением и силой тока прямо пропорциональная. То есть мы либо так записываем, либо там, неважно, I равняется U делить на R. В любом случае подразумевается, что у нас есть зависимость между током и напряжением, который обычно вот таким вот образом изображает, да, ток, например, в амперах, напряжение в вольтах. Вот, и то, что рисуется вот на таком графике, оно называется, мы уже говорили, вольт-амперная характеристика. Вах она называется, вольт-амперная характеристика. И, соответственно, если у нас закон ОМО выполняется, то, очевидно, здесь просто прямая линия, получается, будет. Вот, если взять этот угол наклона какой-то, обозначить там альфа или фи, то здесь очевидно, что, ну, если вот в данном случае мы записали вот так вот оси ордината силотока, абсциссы напряжения, то здесь получается 1 деленное на R является тангенсом угол наклона, да, вот этой вот кривой. То есть можно написать, что тангенс альфа равняется 1 деленное на R. Вот, величина обратной сопротивления, она, в принципе, там, собственное название имеет. Ее часто называют проводимостью. В некоторых учебниках по электротехнике вузовских ее там буквой G обозначают. У нее есть даже свои единицы измерения, Siemens, вот, SM, Siemens, единица измерения проводимости. Значит, ну и здесь мы видим, что получается, если угол меньше, то у нас получается проводимость меньше, а сопротивление, наоборот, больше и наоборот, да. Вот, но мы уже выясняли, что в реальных случаях, даже если взять реальный резистор, который, ну, вот устройство реального резистора, как он выглядит? То есть у нас, допустим, есть такой некий керамический цилиндрик, и на этот цилиндрик намотана проволочка. Там, из какого-нибудь материала с большим удельным сопротивлением, там, не хром, там и так далее. То есть мы знаем формулу, по которой сопротивление находится. Ро умножить на L, разделить на S. Ну и, соответственно, там можно подобрать, взять проволочку нужного сечения, нужной длины навивку сделать, и получится у вас резистор. Это все дальше дело, можно электротехническим лаком закрыть, чтобы витки друг с другом не коротили, они тоже, получается, лаком покрыты. Вот, а если резистор маленький, на нем его номинал с помощью цветовых этих колечек изображается, там, кому интересно, отдельно можно посмотреть, цветовая маркировка резисторов есть. Понятное дело, что реальный резистор, вот смотрите, если их там на заводе, допустим, делают, то, ну, невозможно на автомате, там, на станке, на каком-то идеально точно отмерить длину этой навивки. То есть там, получается, все равно какой-то есть небольшой разброс по длине, сколько вы проволочки туда намотали, и поэтому, получается, у резисторов тоже есть разброс по номиналу, и поэтому там одним из параметров, да. Абсолютно верно. Да. Это все верно, абсолютно правильно. То есть есть и реактивное сопротивление, но реактивное сопротивление, оно имеет смысл уже в цепях переменного тока, да. Там, соответственно, если мы обозначим xL Так, это циклическая частота на L Или там 2πF умноженное на L Так, F это частота тока или напряжения, которое у нас в этой электрической цепи меняется Да, там может быть какую-то некую эквивалентную схему рассмотреть Кстати, если мы говорим про всякие паразитные параметры У него, в принципе, это и емкость есть У любого элемента есть еще и паразитная индуктивность, паразитная емкость Здесь индуктивность, она явно образом здесь видна за счет того, что катушечка сделана А вот, кстати, а как вы думаете, а можно ли сделать навивку так, чтобы индуктивности не было Или она была минимальна при данной длине проводника При этой же, вот как бы, при таком же, условно говоря, способе навивки Что мы его как-то не скомкали проводник, а вот намотали Здесь, смотрите, идея какая получается Что у нас при данной спиральной навивке, да, у нас получается ток идет по одному направлению И, соответственно, мы можем по правилу Какому-то там, по левой руке Нет, правой руке мы можем определить направление магнитного поля, создаваемого таким витком с током То есть мы как бы правой, ну, мнимоническое правило есть То есть правой рукой вот так вот обняли по направлению тока витки И большой палец покажет, как у нас магнитное поле внутри будет направлено, да А есть так называемая бифилярная намотка Она заключается в том, что, представьте, вот вы Вот этот вот кусочек проволоки Сначала вы его так вот сделали туда, а потом обратно вернули И теперь ее навиваете Теперь ее навиваете То есть получается Вот у нас будет цилиндрик И мы на этот цилиндрик, вот эти два конца подошли И мы вот так их навиваем И вот она обратно пошла Вот так можно сделать Ну, а провода можно в конце вот так вот вывести, например Пойдет такой способ, да Тогда у нас получается, что мы можем как бы разбить Что у нас условно говоря здесь две спирали есть, да И по правилу правой руки в одной спирали только идет в одном направлении А по второй спирали только идет в обратном направлении Так как они как бы эквивалентны, соединены последовательно Там токи одинаковые, геометрический размер их одинаковые Поэтому магнитные поля там взаимоуничтожаются с большой точностью, да Поэтому можно вот таким способом как бы снизить эффект магнитного поля, создаваемого Резистором Так, значит, да, вернемся теперь вот сюда И мы сказали, что у реального резистора у него получается при нагреве растет сопротивление А соответственно, раз сопротивление растет, то на реальном графике получается сопротивление увеличивается Значит, угол должен уменьшаться И мы говорим, что вот такая реальная какая-то зависимость будет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...